я к ней приеду. Она мне с вечера позвонила, спросила, что я буду кушать. Я попросил борща и макарошки сварить, потому что бабушка как-то особенно варит макарошки. Мы вот все внуки прям до сих пор в восторге, типа макарошки. Как она этого достигает, я не знаю. Ну как-то она их варит как-то по-другому, нежели все другие люди. И все хорошо, я приезжаю к бабушке, борщ, макарошечки, еще борщ, еще макарошечки. По-моему, тогда мне впервые бабушка налила. Мы себя с бабушкой выпили крепленого ловенца ее самодельного, бахнули, ну там вот это все обязательно, что делать будешь я, то-то, то-то, давай покажи москвичам, как там все делать надо. Я прям, да бабуль, все, покажу. И вот мы обнялись уже, поцеловались, и я прям, ну пошел. Все, я пошел, прям пошел. А я знаю за своей бабушкой такую штуку, что ей было бы вообще круто, чтобы мы все внуки, двоюродные внуки, вообще все-все-все дяди-тети жили вот в одном подъезде желательно. Ну вот ей было бы вообще нормально тогда. Ну как-то тут, рядом, вот все тут, все рядышком. Ну и, короче, и вот я попрощался, обнялся, пошел. И вот услышал такое. Иду, и моя бабушка мне говорит. И давай, знаешь что, не возвращайся. И вот этих как-то слов прям стало легче. Вот когда уже на завтра после бабушки, после давай не возвращайся, я, короче, дома проснулся, чемоданчик проверил, все собрано, в прихожие поставил. Мама тоже что-то мне помогла. Так, время до выхода еще, ну там, пару часов. Мама, по чаю, по чаю. Я уже тогда при вами курил, мы сидели, мы занимались нашим любимым делом. Мы сидели на кухне, болтали, пили чай, курили бесконечно. И что-то какой-то такой разговор, и ощущение, как будто я сейчас вот уеду на Хартуру, или там в институт и вернусь. Ну как было миллион раз до этого, ну часто такое было. Я за временем поглядываю, ага, ага, ну и что, мам, там, да ладно, зачем он так сделал, и что-то какой-то трек идет такой вообще обычный. Еще чаю, там уже пачка сигарет выкуривается в течение часа. И я что-то, ага, понимаю, что остается минут 10, ну вот до выхода, и все, я прям в Москву поехал. Я так руку в карман засовываю и, ну, чувствую ключи. И такой, мам, слушай, а мне ключи-то брать с собой? Глаза так на маму поднимают, а на меня? Ну, наверное, нет. А я ключ достаю, а это, ну, это мой ключ, на нем кольцо и слон. Мне его Патимарина, сестра Мамина из Таиланда привезла. И он так, знаете, круто в руке лежит, ну, прям идеально. Он такой, все вокруг знают, что это мой ключ, все. Там, а мы ключ вашего Сашки нашли, вот так там соседи говорили. Я его терял, мне мама его с балкона кидала. Короче, все знают. Мама, прости мне какую-то мою занятость за то, что я думаю, вот так, типа. Да я животное дня звонил, ну, за такие, какие-то мысли. Знаете, все. Прости мне мой, какой-то снабизм, ну, то есть, что когда ты смотрела фильм «Изаброжая жертвы», ты сказала мне, это какая-то дичь, я ничего не поняла. Я сказала, мама, ну, конечно, ты не поняла. Конечно, ты не понимал, ну, и ушел. А ведь я тоже ничего не понял. Прости мне.